вот это мы идем бутаковке мы идем на водопад вот скала красивая ты рада все начались горы камни водой снесло это горная речка здесь текло ледник расставил демоверсия водопада это горная река настоящая очень холодно здесь снег хотя на улице плюс 20 очень жарко но красиво точнее говоря без подготовки горах нефиг делать особенно без обуви удобный чего стало подъема очень крутые конечно везде все в камнях пробираешься по камням циклась горную реку зато такие виды это уже скалы он камни очень красиво так надеюсь мы никого сегодня не потеряем я иду по снегу а у меня подъехается в лицо да ну вот мы дошли водоходский водопад очень красиво безумно красота вот мы прям в усилии стоим он качка машет руками отвесная скала и просто нереально красиво это жизни не видел и тут еще прикол когда светит солнце можно увидеть радугу вот она в водопаду ставим пять баллов нам это все понравилось теперь мы поедем дальше мы едем на узко мир вот от горы и я сейчас буду или дать на параплане инструктор пару раз пошутил что будет очень жестко посмотрим надеюсь что он пошутил не было не было вообще как бы пожелание обычно дальше это тебе будет зависеть Продолжение следует... 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 мы ищем шампиньоны степные говорят здесь их много я вот ни одного еще не видел у нас также с янтарем в калининграде катя настраивай глаз покажите шампиньоны это кто это шампиньон не распустившийся это распустившийся вот он грибочек мы нашли пусть растут мы приедем через год и соберем их еще больше кому нужна фотка на рабочий стол по типу вставки windows вот можете сделать скриншотик подъезжаем кульсай от озера система озер и тут в прошлом году в семнадцатом сошел оползень вот это вот гора просто съехала вниз его посмотрите там была дорога проще было чем откопать проложить новую ничего масштабненько очень масштабным здесь так красиво просто да я здесь не было восемнадцать лет как впечатление татас впечатлений море смотри на эти виды иди гуляй клещей нет все нормально здесь очень много клещей если приезжайте в мае лучше берите с собой все спреи в мире здесь нет бездорожья можно подъехать спокойно на машине на любой вот местные жители пчут ругаются то что здесь все облагородили сделали вот эти перила не знаю по мне так такую красоту вообще ничем не испортишь ничего товарищ подвохи как вам такой прозрак я не знаю видно ли на камере она там форель ее достаточно много кстати здесь глубина говорят что в районе 50 метров в этом озере вот такие вот ели они высотой наверное метров 10 как минимум метров 15 они все под водой здесь я вижу все день за днем день за днем я слышу гром день за днем ого вот это грибочек а это кто синий ножка ничего себе переверни не шамбинь не белый большущий тут одним грибом можно наесть оооо серьезно а где вы нашли офигеть вот вот до 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Черынский каньон. Какая-то его часть называется... Как Лунная долина, да? Лунный каньон. Называется Лунный каньон. Ну-ка, расскажи. Почему он называется Лунный каньон? Потому что на многие километры нет никакой растительности, и даже похож на лунный. Понятно? Мама. Ой, мама. Лунный каньон. Лунный каньон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы приехали на Медео, это высокогорный каток, самый высокогорный в мире. Здесь ставилось очень много рекордов, выступало очень много спортсменов. Дальше мы поедем по вот этой канатной дороге на Чамбулак. Чамбулак это горнолыжный спуск очень большой. Потом поедем еще выше и посмотрим. Короче, увидимся. И где-то там наверху есть плотина, и каток заливается водой именно из этой плотины. Это настоящая горная вода из ледников. И поэтому каток всегда обладает самыми лучшими свойствами. Вот сейчас, естественно, не сезон. Сейчас его, естественно, загородили, сделали площадку для картинга. Ну а зимой здесь все воль. Вот Катя очень любит здесь кататься. Пишет текст и соняет по тексту. И дело тут совсем не в образах мысли. Они и так уже у вас надолго соответствуют. Повторяйся в крае в гордой корызи. Я в типой художник мистик, и я бросился кисти. Я буду ждать, пока мир станет снова домом. Или пока он станет в горле комом. Я соберусь, я монах и скопом. Вот эти дома на 2200 метров над уровнем моря. Тут живут чиновники и всякие слуги народа. Вот типа элитное жилье. Вот это да. И кстати, мы что-то встали. Ты только что про это сказала. Он точно что-то перерезал. Там на том столбе сидел чувак, и он ковырялся в проводах. И вся канатка встала. И так прикольно покачивает. Ну ладно, посмотрим, как живет Назарбаев. Ну, Назарбаев вот этого красивого дома не хочет. Не так скромно. Все, мы на высоте 2200. Это уже чем бывак здесь, горнолыжный курорт. Там полито вверх. А здесь тепло, а что нужно? Кстати, да, везде лежит снег, а можно ходить в майке. Здесь очень тепло. Так, подождите. Пойдем смотреть, где мы. Это что такое, елки-палки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, мы на высоте 3200 метров. Вот это крайняя точка, где заканчивается канатная дорога. Смотрите, если бы этот дом не очищали от снега, он бы весь был снегу по трубу. Здесь очень красиво. И, кстати, здесь еще помимо лыж можно покататься на параплане. Так бывает, что наползают облака в горы. И мы теперь в облаке. Подышали свежим воздухом. Высота здесь 3200 метров. Подъем сюда на трех канатках стоит 3000 тенге. Это где-то 500 рублей на наши деньги российские. Здесь очень красиво, так что всем советую. Ну, а мы поехали дальше. Всем пока. Мы едем на Ильи, это горная река. И по дороге в степи мы нашли черепашку. Вот, они тут ползают, их очень много, и они достаточно большие. Знаешь, как определить, сколько ей лет? Ой, она писает, кстати, аккуратно. Ой, писает. Ну да, ей же надо иногда это делать. Надо посчитать вот эти штуки. Только я не помню, здесь или сверху. Нашли еще одну черепашку. Она чуть поменьше. У нее какая-то ерунда на панцире. Ну да, ее кто-то кушал. Пока. До Нателло. Ехали, прямо на дороге сидит малюсенькая. Это все в радиусе километра буквально. Ух ты, моя зайка. Вон она спряталась, боится. Покажи личико. Это классно, конечно. Ой, она писалась. Вот. Ну давайте мы ее... На, неси ее в кусты и выпускаем. Ой, Дима, подусимый, ты полз сюда. Пока. Этот. Рафаэль. Приходится иногда выходить и смотреть дорогу, потому что может быть вот такое. Чтобы съехать-то мы съедем, несмотря на уклон, но заехать очень, очень вряд ли. Так что будем искать какую-то другую, видимо. А нужно нам вот туда. Вот там река. Вот замок, который вы видите, это декорация к фильму, который назывался Кочевник. Он прям стоит посреди. А это не горы, конечно, это холмики, по сравнению с теми, что мы уже видели. Но ехать по нему очень долго, по степи. Наверное, где-то час мы ехали, искали съезды. Там речка Ели. Мы, возможно, искупаемся. Это туалет. Ну-ка, VIP. Со шторкой. Ну, пойду. Чтобы вы понимали, не единого дерева. А жара сейчас где-то, ну я не знаю. Градцев 30. Для нас, калининградцев, это жарко. Вот. Это четвертая черепаха, которую мы нашли. Она от страха какла. Кстати, тут очень много змей. Надо ходить в туалет. Пусть побегут. Вот это вот растение называется саксаул. И местные на нем жарят шашлык. И если шашлык пожарен не на саксауле, то он считается лоховским. Его, короче, никто не ест. То, что он очень сухой. У него такие, типа, изгибы. Он закручен, заверчен. И поэтому он очень много тепла дает. Мы сейчас в национальном парке Алтын-Ямель в Казахстане. Горы называются Кататау. Они достаточно прикольной формы. Они очень невысокие, но очень крутые. Кстати, дорога сюда просто жопа. Мы ехали километров, наверное, ну, 50-60 по какой-то, ну, типа, пустыне. Похожие на степь. Было очень сложно проехать. Ну, все, мы приехали в пустыню. Как тебе не жарко? Жарко. Гульна рассказала это про мрамор слоистый. Класс. Как? Слоистый мрамор. Класс. Вот. Не зря приехали. Вон, где-то там мы будем спать. Будет очень жарко. Не, ну, конечно, камера такую красоту не передаст. Офигеть. 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 Это песчаник. Это мы идем по руслу горной реки. Она здесь когда-то текла. Да, здесь все в мошках. Просто идешь, на тебе миллион мошек. Надо подняться выше. Короче говоря, мы приехали поздновато. Вот. Солнце село рано. Мы идем уже темно. Идем обратно в лагерь. Идем где-то километр. Так что мы, наверное, завтра обойдем эту долину замков. Прикольно, что все это песчаник. И тут пески разного цвета. Вообще любых оттенков можно встретить. Так что будем завтра смотреть все с высоты птичего полета. Мы специально встали в 5 утра, чтобы пройти еще раз и прогуляться, пока светло. И вот ради чего. И вот ради чего. Хотите, расскажу о погоде в пустыне? Тут мы проснулись полтора часа назад. Я спустился в русло реки и лежал иней. Прошло полтора часа буквально. Мы идем в футболках. Плюсовая температура уже, мне кажется, градусов плюс 20 есть точно, а, возможно, еще и больше. Очень сухой климат. Но жара здесь переносится, не знаю, спокойно. В отличие от калининградской влажности 98% постоянной. Нормально. Но даже жирковато, конечно, сейчас. Так что за час может поменяться здесь все. Абсолютно. Это как мы ездили в горы. И погода менялась очень быстро. Мы буквально вот едем. Жарко, солнце. Потом раз, пошел дождь. Затянул тучами. А потом раз, и выпал снег. Да, так что, говорят, что в Лондоне там переменчивая погода. В Калининграде каждые 15 минут все меняется. А вот на самом деле тут все меняется гораздо чаще. Это мы идем на поющий бархан. Где-то метров 150 он. И при сильном ветре он иногда в сухую погоду издает звуки. Похожие на орган. Мы идем вот туда. Да, мы чуть не сдохли, пока поднимались. Но прикольно здесь, красиво. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова